Звезда сериала «Сиделка» канала «Россия-1» Регина Мяник стала героиней программы Андрей Малахов. Прямой эфир. Актриса впервые рассказала о трагедии, произошедшей более двух лет назад с её супругом-герой. Муж Регины был убит. В течение длительного периода времени ей было тяжело говорить об этом. Они были счастливы в браке 10 лет. Я решила рассказать это сейчас, потому что это правда. Эта реальность очень жёсткая. Я не хочу, чтобы моё горе превратилось в фарс. Мяник не может раскрыть все детали, так как до сих пор ведётся следствие. В момент убийства Регины не было в Москве. Это произошло ранним утром. Мне об этом сообщили, когда в Лондоне было около шести вечера. Все это время я не знала, что происходит. В это невозможно поверить. Это очень тяжёлые эмоции. Они не похожи ни на что другое, рассказала актриса. Регина прилетела на следующий день в Москву. Окончательно о гибели супруга она узнала от его отца. Мяник попросила детей, Степана и Никиту, срочно приезжать. До вылета в Лондон у Регины и Геры было стандартное прощание. Они поцеловались, и она уехала. Меня не звали на опознание, но я сказала, что мозг отказывался верить, что он умер. Мне казалось, что со мной это делают, чтобы я сошла с ума. Я не употребляла алкоголь, ни одного транквилизатора. Меня это свело с ума, заявила Мяник. Во время прощания с мужем она не смотрела на гроб. Однако около могилы ей сказали, что она должна подойти к телу Геры. Перед похоронами в дом Регины, который находится за городом, постоянно приходили люди. Некоторые из них ей показались подозрительными. Я села на одно место на террасе. Ровно шесть дней до похорон я не вставала с него. Мне надо было знать, кто приходит, кто уходит. Описывает свое состояние Мяник. Длительное время она постоянно сотрудничала со следствием, а также пыталась разобраться сама, кто причастен к гибели мужа. Я остановилась. Сегодня я подвожу черту. Остановилась в личном расследовании гибели Геры. Заметила Регина. Актриса уехала жить в Лондон, так как ничего не могла сделать. Сразу после гибели она прилетела в Великобританию. Ее поддерживали сыновья. Степан и Никита. Первый раз, когда мы начали улыбаться, это наступило через месяц, в 9.10, вспоминает звезда сериала «Сиделка». Вспоминая супруга, Регина признается, что была сильно влюблена в Геру. Она познакомилась с ним в тот момент, когда он был уже свободен и разведен. Вся семья актрисы хорошо восприняла Геру. Супруг никогда не ревновал Регину. Своему мужу я была верна. Так что ни за что просить прощения, отметила Мяник. Звезда благодарна друзьям, в том числе Андрею Малахову, которые ее тогда поддерживали. 9 мужчин. Регина Мяник. Слову, ей было непросто вживаться с роль в сериале «Сиделка». Героиня Мяник. Супруга богатого бизнесмена, находящегося на грани жизни и смерти. Ей пришлось вновь пережить свою личную трагедию. Я не знала, что во мне есть такая сила. Я не знала, что я смогу не плакать, но не потому, что не хотела. То, что иногда происходило, это было как вой, говорит Регина. Мяник переживала, что в таких состояниях может покончить с собой. Актриса подумывала даже вести видеодневник после гибели супруга, но не смогла. Она старалась занять себя бытовыми делами. После гибели мужа она осталась также без средств к существованию. Но его счета были внезапно заблокированы. Она подразумевает, что это связано с убийством супруга. Мы написали с герой завещаний друг на друга и на моих детей, так как мы много летали. Заметила Мяник, рассказав историю о трагедии. Регина призналась Андрею Малахову, что ей стало легче. Клэс Поуст 484 383 подписчика.